Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня у нас упражнение 1, 2, 1, 7. Я уже открыла Пакетрейсер, и это первое упражнение в нашей третьей главе. Но я думаю, мы с этим легко справимся. Давайте сразу приступать. Сегодня у нас будет сравнение коммутаторов серии 2060 и 3560. Сначала мы будем сравнивать коммутаторы 2-го и 3-го уровня, а потом сравнение коммутатора и маршрутизатора. Но это уже в части 2. Первое, что нам нужно, это открыть D1. Д1. Это будет наше устройство 3560 и ASV1. Вот он. Также нажимаем Zoom In. И это у нас устройство 2960. Вот эти два устройства. Давайте я их расположу так, чтобы было видно оба. Вот первый, вот второй. Давайте тоже закрепим. Секунду. Стоп. Все. Вот наши два устройства. Давайте посмотрим на вкладку Physical. Вот наше задание. Нам нужно изучить все характеристики этих устройств. И первое, что нам нужно, это узнать, сколько физических интерфейсов есть на каждом устройстве. Например, это наше устройство D1. Давайте посмотрим, сколько на нем физических интерфейсов. Для этого нам нужно посчитать все порты. В одном ряде у нас 6. Всего вот здесь вот 12. И здесь еще 12. То есть вместе получается 24. Это порты у нас Fuzz Ethernet. Их 24 штуки. Также у нас есть два порта Gigabit Ethernet. Вот первый, вот второй. Также у D1 есть консольный порт. Но мы его не считаем, так как это не является физическим интерфейсом. Смотрим здесь. Это устройство ASV1. И здесь у нас также 24 порта Fuzz Ethernet. И два порта Gigabit Ethernet. То есть, в общем, у нас получается на каждом устройстве по 26 интерфейсов. Чтобы в этом удостовериться, мы можем также навести, например, на SVA1. Пожать несколько секунд. И нам покажут, что у нас интерфейсов Fuzz Ethernet 24. И интерфейсов Gigabit Ethernet у нас два. Точно так же, как и на D1. Вот. Если у вас не высвечивается вот эта информация, вы можете ввести команду showrun.config и так же посмотреть на количество интерфейсов. Также вы можете увидеть, что наши оба устройства не являются модульными, потому что у нас нет слотов, в которые мы можем добавлять модули или убирать. Также в вкладке модули у нас нет ни одного дополнительного модуля, который мы можем использовать. Как здесь, так и здесь. То есть эти устройства не модульные. Также здесь указаны информации, что интерфейс коммутатора 3560 можно настроить в качестве устройства третьего уровня с помощью команды no switchport. То есть если мы вводим эту команду, то определенный интерфейс этого коммутатора начинает работать в... Ну, начинает работать в третьем уровне. То есть он поддерживает IP-адресацию. На втором уровне мы можем использовать только MAC-адреса. На третьем – IP-адреса. То есть с помощью команды no switchport мы можем настроить определенному интерфейсу IP-адрес. Давайте дальше. Вот у нас есть вопросик, на каких уровнях действуют коммутаторы 2960 и 3560. Устройство 2960 – это устройство второго уровня. Устройство 3560 – это, по сути, тоже устройство второго уровня. Но с помощью вот этой команды no switchport мы можем определенный интерфейс этого коммутатора сделать устройство, сделать, чтобы он работал на третьем уровне. Дальше с помощью команды showrun мы можем проверить настройки. Я скопирую, но это не обязательно. Командная строка enable showrun. Готово. Здесь у нас будет вывод нашей команды. Давайте посмотрим на него. Пролистаем самый низ. Готово. Давайте то же самое сделаем на другом устройстве. Командная строка enable showrun. Листаем самый низ. Вот так. Готово. Я расположила два этих устройства рядом, чтобы мы могли посмотреть, чем отличается настройка каждого из них. Первое, что бросается в глаза, это то, что на устройстве SV1, на устройстве второго уровня, у нас не указаны IP-адреса на физических интерфейсах. Вот начинается список физических интерфейсов, и здесь нигде не указан IP-адрес. Потому что здесь, по сути, нельзя указывать, потому что он работает только со вторым уровнем. Здесь у нас на интерфейсе G01 и G02 указана команда no switchboard, которая позволяет этому интерфейсу работать с третьим уровнем. И дальше у нас указан IP-адрес. Также я обратила внимание, что в самом верху у нас указан еще один параметр IP-ротик. Об этой команде вы можете почитать вот здесь, а я объясню, как она работает. С помощью этой команды мы можем заставить наше устройство, в нашем случае это D1, работать на третьем уровне. То есть если мы вводим команду no switchboard, то мы переводим на третий уровень только определенный интерфейс. С помощью команды IP-ротик мы переводим все устройство на третий уровень. То есть с помощью этой команды мы можем ввести потом на наше устройство, например, статический IP-адрес, динамический IP-адрес и много разных штук, которые работают только с устройствами третьего уровня. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас будет сравнение коммутатора третьего уровня и маршрутизатора. То есть мы оставляем коммутатор третьего уровня и маршрутизатор. Также стоит проговорить то, что термин коммутатор и маршрутизатор довольно-таки разные. Изначально коммутатор – это было устройство, которое работает только со вторым уровнем. То есть это слово обозначало устройство второго уровня. Маршрутизатор обозначало устройство третьего уровня. Но со временем эти границы стерлись, потому что у нас появились такие команды, как IP-роутинг и NoSwitchPort. И теперь даже наш коммутатор, который, по сути, устройство второго уровня, может работать с третьим уровнем, если нам это нужно. Что, по сути, довольно-таки удобно. Я нажму кнопку Zoom Out, чтобы мы увидели два устройства. Вот первое, вот второе. Давайте посмотрим, чем они отличаются. В отличие от ASV1, разница с D1 у нас уже довольно-таки большая. То есть R1 очень сильно отличается от D1. Мы уже видим, что здесь у нас есть модули. То есть если я нажму Zoom In, мы можем увидеть, что у нас есть три слота. Вот раз, два, три. В которые мы можем поставить необходимый на модуль из списка. И таким образом изменить необходимые параметры нашего R1. В UD1, повторюсь, этого сделать нельзя. Что у нас дальше? Нужно выполнить команду Showrun, опять же, на обоих устройствах. Посмотреть, что за отличие у этих двух устройств. Открою командную строку на обоих устройствах. Вот. Также мы можем видеть здесь небольшие отличия. Вот. Я не буду вам о них говорить. Я предлагаю, чтобы вы сами посмотрели и подумали, чем отличаются вот эти два устройства. Думаю, здесь все очень и очень просто. И отличия довольно-таки сильно заметны. Что у нас дальше? Нужно выполнить команду Showrun и Perot на обоих устройствах. И посмотреть, что у нас будет с ними. Вот первое устройство и второе устройство. Я также не буду вам подсказывать. Обратите внимание на вот эти вот параметры. И подумайте, чем они отличаются. И последнее, что нам остается, это проверить, является ли каждая топология полностью связанной. То есть нам нужно отправить пинг-запросы с конечных устройств и посмотреть, чем они отличаются. Ну, ничем они отличаются, а работают ли эти пинги. Вот наш PC1. Ой, не туда перешла. Desktop. Командная строка. Пишем команду ping. И нам нужно отправить это на PC2. Здесь нам нужно посмотреть IP-адрес. Вот он. Ждем, пока наш пинг сработает. Первый запрос неудачный, так бывает. Второй удачный и все остальные удачные. Можем проделать еще раз. И у нас уже с первого пакета все будут удачными. Проверяем PC3 и PC4. Desktop. Топик конфигурации. Давайте скопируем IP-адрес PC3. И отправлю на четвертый. Ping. Ждем. Первый может быть неудачным. Да, вот неудачный. Но все остальные удачные. И наша сеть полностью рабочая. Проверяем еще раз. Да, у нас все четыре пакета отправлены удачными. И последние два устройства. PC5 и PC6. Desktop. IP-конфигурации. Копируем. PC5. Desktop. Командная строка. Ping. Ждем. И наш ping тоже будет удачным. Так как у нас все три сети рабочие. Ждем. Вот. У нас первый закладчик удачный. И дальше все удачно. То есть у нас все три сети рабочие. И они настроены правильно. Таким образом мы разобрались, чем отличаются устройства разных уровней. И думаю, на этом все. Так что всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok